Девушки отдыхают Маргарита передала полиции письмо Рафаэля 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 она ушла? Я не знаю. Наверное, чтобы не присутствовать на свадьбе Хосе Антонио и Милагрос. Что ты здесь делаешь? Как это что? Я вернулся к себе домой. Вернулся к невесте, к моим друзьям, Хосе Антонио. Как дела? Попи, как дела? Пипо. Ладно, садитесь. Спасибо. Как я рада видеть тебя. Как там тебе было? Там было прекрасно, как раз поэтому я так и задержался. Мечта. Ты помнишь зеленый стул? Как вы шутили надо мной? Ты, Сильвия, Марианна. Так вот, я сделал две декорации во Флоренции и одну в Милане. Все три имели огромный успех. Правда? Кто бы мог подумать? Значит, Сильвия, Марианна и я плохие театральные критики? Мы чуть не умерли с голоду. Что-то случилось, дорогой? Да, наверное. А у вас, значит, свадьба? Да, через пару часов. Разумеется, ты приглашен. Спасибо. Если бы свадьба состоялась месяц и через два, то она была бы двойная. Как я рада. Я вас обоих поздравляю. В чем дело, Рафаэлита? Да, сейчас они нас поздравляют. А раньше говорили, что я ненормальная, потому что жду тебя так долго. Рафаэлита. Рафаэлита. Смотри, Пипо. О чем ты думаешь? О том, что должно было произойти. Между нами ничего не должно было произойти. Почему нет? Потому. Я разве тебе не нравлюсь? Дело не в этом. А в чем тогда? Да. Я тебя люблю, Фернандо. Люблю. Честно говоря, ты не так уже плох. Думаю, в конце концов, мы сможем понять друг друга. Понять? Да. После банкета у Милагрос мы сможем выйти вечером погулять. И я знаю один неприметный отель. Никаких неприметных отелей и тайных встреч. Ты настаиваешь? Хочешь, чтобы мы встречались открыто и гуляли, взявшись за руки, ходили в кино, ели мороженое, ужинали? После работы ты каждый вечер заезжал бы ко мне домой, да? Ты хочешь таких отношений? Да. Что скажешь? У тебя пять минут на размышления. Не дари на меня. Ладно, десять минут. Раньше я молчала, потому что боялась, что Лукреция расскажет Палону правду о ее отце. Но теперь, когда она знает, пожалуйста, простите. Простите, что я не рассказала раньше. Как попало к вам это письмо? Мне его дала Теодора, чтобы я могла защититься от Лукреции. Вы не представляете, как я ждала этой минуты. Все будет в порядке, сеньора, я вас уверяю. У меня надежные люди. Есть оружие и транспорт. Я хочу, чтобы никто не начинал действовать без моей команды, понятно? Я буду ждать в церкви. И когда я решу, что момент настал, я дам вам знать. Как скажете, сеньора. Я хочу, чтобы вы и ваши люди понимали, если вы покончите с Де Ла Торе, я сделаю вас очень богатыми. Иначе мы бы не согласились на эту работу. Вы делаете работу, получаете деньги и исчезаете. Пока мы поживем в моей квартире, потом найдем что-нибудь получше. Мы не торопимся. Но твоя квартира очень маленькая. Это даже лучше. Будет уютнее. Мама, ты рассказала? Я должна поговорить с Косе Антонио и Милагрос наедине. Это очень важно. И, наверное, очень серьезно. Да. Очень серьезно. Я знаю, что вы любите друг друга, и ничто не разлучит вас. Но я также знаю, что есть вещи, которые вы не можете забыть и простить. Милагрос, ты Де Ла Торе. А ты Ичевария. Маргарита, что ты хочешь сказать? Правду, Милагрос. Твой отец не приказывал убивать Ичевария. Это была Лукреция. Лукреция? Ты уверена, Маргарита? Да, Хосе Антонио. Твоя мать Чичита рассказала мне. Я подумала, вы должны знать. Твой отец, Милагрос, не приказывал уничтожать семью Хосе Антонио. Он не убийца. Я очень удивилась, когда ты пригласил меня. У меня это получилось не очень красиво. Но все равно я обрадовалась твоему звонку. Я хотел спросить у тебя кое о чем. Слушаю. Почему ты поцеловала меня вчера? Не знаю. Не знаю почему. Это было так, потому что... Мне было горько видеть, что ты страдаешь. И ты не испытываешь ко мне никаких особых чувств. Ну, может быть, ты влюблена в меня. Кто сказал тебе? Никто. Мне сказали об этом твои глаза. Твоя манера разговаривать. Твоя нежность. Мы влюбленные? Влюбленные. Очень любим друг друга. Ладно. Согласна. Ты, кажется, не очень счастлива. Конечно, счастлива. Но просто боюсь. Чего? Я знаю, что ты со мной не играешь. И можешь свести меня с ума. Пообещай, что никогда не заставишь меня страдать. Клянусь. Наверное, сейчас у всех у нас растрепанные чувства. По крайней мере, у меня. Я очень хорошо отношусь к тебе, Мариана, но... Она влюблен в Милагрос. Моя любовь к ней еще не остыла, но я хотел бы видеть тебя почаще. Хотел бы встречаться чаще, но как друзья. Я могу подождать, Мартин. Спасибо. Сейчас мне пора. Я должна идти на свадьбу в Милагрос. Ты со мной? Нет. Думаю, что мне будет неприятно эта свадьба. Ладно. Пока. Потом мы пойдем. Извините, я не знала, что вы здесь. Что-нибудь нужно? Мы ждем Теодору. Нам нужно с ней поговорить. Она, наверное, в комнате. Я позову ее. Майор, побудьте немного с Рафаэлита. Да-да, я обожаю детей. Спасибо. Вы рассказали им? Да. Думаю, они почувствовали огромное облегчение. Идем, идем. Хосе Антонио, я так счастлива. Растаяла последняя преграда. Теперь ничто не может омрачить нашу любовь. Ничто, дорогая. Прошлое и ненависть остались позади. Что случилось? Меня беспокоят Ракель и Лукреция, дорогая. Пока Серджио не найдет их, я не успокоюсь. Не волнуйся. Не переживай о них. Давай сегодня не будем говорить об этом. Сегодня день нашей свадьбы. И я не хочу думать ни о чем, что омрачит наше счастье. Ты права. И никто не сможет разлучить нас. Никто. Письмо Рафаэля. Бенито украл его у синьоры Лукреции. А я забрала у него и отдала Маргарите, чтобы защитить ее от синьоры Лукреции. Ведь, Палома, ну вы знаете. Да-да, мы знаем о ее отце. Я могла получить за письмо большие деньги, но предпочла отдать его Маргарите, чтобы помочь ее дочери. А как ты собиралась получить деньги? Шантажировать Лукрецию? Конечно нет. У синьоры Лукреции нет денег. Тогда как? Я могла продать его одной синьоре, которая ненавидит Лукрецию, но не сделала этого. Отдала Маргарите. О какой синьоре ты говоришь? Что это за женщина, ненавидящая Лукрецию Далятора? Одна синьора. Расскажи все, что ты знаешь об этой синьоре. Добрый день. Добрый день. Что ты здесь делаешь? Ты должна быть дома и готовиться к свадьбе. У меня для тебя хорошая новость. Слушаю. Я влюбилась в Габриэля, а он в меня. Поздравляю. Это очень хорошо. Ты счастлива? На этот раз все серьезно, папа. Думаю, Габриэль это тот человек, который мне нужен. Мы встретились в парке, разговорились. Когда она узнала, где я работаю, заинтересовалась. Я ревновала к Лукреции. А она сказала, что тоже... Ну, тоже ее ненавидят за то, что Лукреция отняла у нее мужа. Мы решили объединить усилия, чтобы отомстить Лукреции. Это же не преступление. Не знаю. А у тебя есть сомнения? Ну, это я передала ей видео с Лукрецией и Медина. Для чего? Для показа по телевидению? Значит, это она послала видеоролик? Ракель Вилсон. Это она, майор. Нет. Ее зовут Росалия Дель Парке. Это она, сеньора Дель Парке. Это она, сеньора Дель Парке. Да, это она. Боже мой. Это она похитила Рафаэлита? Я тут совершенно ни при чем, клянусь. Хорошо, хорошо. Я ни при чем. Нам нужна твоя помощь. Эта женщина очень опасна. Она хочет отомстить семье Дель Аторе. Всем Дель Аторе, включая Милагроса и ее сына. Да, она спрашивала меня о свадьбе. Где она будет? Кто будет присутствовать? Будет ли сеньора Лукреция? А ты знаешь, как ее найти? Да. Вы знаете, где это? Да, едем. Майор, я хотела бы поехать с вами. Я знаю место и знаю эту сеньору. Я могла бы быть полезной. Хорошо, едем. Но можно я на минутку поднимусь, переоденусь? Ты так хороша, едем, нет времени. Не думаю, что так легко найду работу. В Боливии меня никто не знает. Но знают меня, а я знаю многих могущественных людей. Уверяю, все будет хорошо, дорогая. Через несколько месяцев ты будешь звездой. Самой яркой звездой в Боливии. Дорогая, а ведь здесь ты. Здесь я живой труп. Хорошо. Когда едем? Сегодня. Что? Добрый день, убийца. Что тебе надо, Ракель? Поздравляю с оздоровлением. Я знаю, что ты вышла из сумасшедшего дома и то, что тебя выгнали из особняка. Я сама уехала. Такой благородный поступок. Теперь ты, наверное, на улице? У меня к тебе есть предложение. Какое предложение? Объединиться. Объединиться против Милагроса и Хосе Антонио. Я знаю, что ты их тоже ненавидишь. А ты меня ненавидишь меньше, чем их. Это союз стратегический и временный. Когда мы покончим с ними, сойдемся с тобой насмерть. Хорошо, я слушаю. Если тебе интересно мое предложение, приезжай на старую горную дорогу. Я буду ждать тебя в местечке Сальто-дель-Фрайле. Увидимся. Почему сегодня? Мне кажется, это слишком неожиданно. Дорогая, а что нам терять время и чего нам ждать здесь? Перед тобой закрылись все двери. А в Боливии у тебя есть будущее. Страна, которую мы завоюем. Но если в Боливии так прекрасно, почему ты сам вернулся в Перу? Поначалу я чувствовал, что мне чего-то не хватает. Вначале я думал, что это зов земли. А потом понял, что это ты. Мне не хватало тебя. 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 Хотя я и вынужден был долго скрывать правду, я всегда чувствовал, что ты моя дочь. Ты не представляешь, сколько раз я собирался рассказать тебе все. Это было трудно, да? Когда правда всплыла, это чуть не разрушило твою жизнь и твой брак. Да, но благодаря Богу все кончилось хорошо. Ты моя дочь. И теперь, когда с нами нет Бенджамина, я хочу, чтобы ты считала меня своим отцом. Конечно, я не могу и не надеюсь заменить его в твоем сердце. Папа, в моем сердце хватит места для двоих. Идем, Клаудита, решайся. Будет Эрика с Сантьяго, может быть, Мартин тоже придет. Нет, я не собираюсь, а ты иди. Может быть, там ты помиришься с твоей бывшей женой? Я хочу помириться кое с кем, но не с ней. Мне жаль, но на эту свадьбу я не собираюсь. Эту ночь мы проведем в Лиме. Но завтра утром мы едем в Паракас. Там мы проведем неделю. Я тоже хочу. Едем, Пабло. Нет, нет, Люсия. Ребята, на этом... Сейчас вы никуда не поедете. Вы знаете, который час? Но куда торопиться, Маргарита? Тебе, может быть, и некуда торопиться, Хосе Антонио. Ты поедешь домой, наденешь костюм и все. А вот Милагритос... Маргарита права. Пора переодеваться. Пожалуйста. Ладно, ладно. Жених выгоняет. Но прежде я должна кое-что посоветовать моему жениху. Извините, увидимся на нашей свадьбе. Ребята, давайте. Уже поздно. Переодевайтесь. Ладно, ладно. Ты прямо как теща. Дорогая теща, вы прекрасны. Очень, очень, очень. Пошляк. Здравствуйте. Синьора Дель Парке здесь? Сейчас. Одну секунду. Синьора Дель Парке здесь? К сожалению, в ее комнате никто не отвечает. Она, наверное, только что ушла. Что-нибудь ей передать? Мы хотели бы осмотреть ее комнату. Пассиво. 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 Антонио? Ну что, не можете нас оставить наедине перед свадьбой? Мы должны идти. А ты должна подняться в комнату и переодеться, Милагрос. Дорогой, нас, кажется, хотят разлучить. Но это в последний раз, клянусь. Едем. Едем. Нет, нет. Милагрос, идем. Пока, дорогой. Хорошо, хорошо. Не нервничайте. Идем переодеваться. Вы нашли что-нибудь, майор? Эта женщина сумасшедшая. Да. Это опасно. Если мы ее не арестуем, рискуют все Деля Торо. А может быть, позвоните ей на сотовый. У меня есть номер. Да, свяжись с ней. Хорошо. Скажи, что случилось непредвиденное. Она должна немедленно приехать в отель. К тебе. Алло, кто говорит? Это я, Теодора. Теодора? Чего тебе? Мне нужно срочно поговорить с вами. Что случилось? Я не могу сказать по телефону. Мне нужно срочно видеть вас. Если это так срочно, скажи мне, о чем речь? Я знаю адрес, где вы можете найти синьору Лукрецию. Думаю, он мне уже не нужен. Я скоро увижу ее. Если вы надеетесь увидеть ее на свадьбе, то ее там не будет. Я знаю. Я встречусь с ней в другом месте. Где? Это не твое дело. А вы собираетесь на свадьбу? Это я не пропущу ни за что на свете. А почему ты об этом спрашиваешь? Да нет, просто хотела знать. Не вздумай рассказать кому-нибудь, поняла? Да, и тем более подходить и здороваться со мной в церкви. Никто не должен знать, что мы знакомы. Хорошо. Разговор окончен. Пока. Слышали? Она убьет Лукрецию. А потом собирается в церковь. Вы думаете, что... Ракель бы пытается сделать то же самое, что сделали с ее семьей на свадьбе. Она сказала, что будет на свадьбе Милагрос, и что ни за что на свете не пропустит эту свадьбу. Я вызову полицейскую охрану к церкви. Спокойно, спокойно. Алло, говорит майор Заратте. Полковника Тамароса, пожалуйста. Милагрос, переодевайся. Маргарита, не знаю с чего начать. Начни с душа, это тебя успокоит. Нет времени. Как это нет времени? Ты же не на пляж едешь. Да, думаю, душа это как раз то, что нужно. А я позову Паламиту, чтобы она приготовила все для макияжа. В жизни не видела ее такой нервной и торопливой. Она не единственная, кто переживает. Стратегический альянс с Лукрецией. На Сальто-дель-Фраэле, пожалуйста. Можно? Конечно. Я тут рассказывала твоему свекру гадости о тебе. Поздравляю. Я очень рад, что вы вместе. Думаю, Фернанди нужен такой мужчина, как ты. Правда, не знаю, осознаешь ли ты риск. Спасибо. Я постараюсь быть на высоте. Я тоже. Вот так мы с Терезой очень хотим внуков. Кстати, о спешке. Ты уже должна быть в парикмахерской и переодеваться для свадьбы. Правда. Мне пора. Пока, папа. Поздравляю. Я провожу тебя. Извините. Это я. Как идут дела? Все в порядке. Мы готовы. Ждем ваших указаний. Мои люди настроены по-боевому. Прикажи им, чтобы они успокоились и ждали. Как скажете. Потерпите, осталось немного. Совсем немного. Да. Осталось совсем немного. Ольга. Поздравляю. Ольга. Ольга. Поздравляю. Ольга. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают 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 жённый отец. Я помню. Но если Мартин не пойдёт, лучше, если я тоже останусь. Буду с ним. Он, наверное, очень страдает. Ладно. Иди переоденься, принарядись. Потом подумаем, как ты объяснишь Милагрос моё отсутствие. Я всё ещё надеюсь, что ты убедишь Мартина, и вы оба пойдёте на свадьбу. Я ничего не обещаю. Иди, иди. Иди переодевайся, прихорашивайся. Ты должен быть красивым. Я пойду, Хуан. Мне нужно переодеться дома. Ладно. Возьми выходной. А ты не пойдёшь на свадьбу? Идём, Хуан. Побудем вместе. Вместе? Вместе, как парочка? Если хочешь, да. Ты говоришь серьёзно? А ты испугался? Я удивился. И? Чувствую себя шкалером на выпускном вечере. Привет. Не пугайтесь. Вы что, не поздороваетесь? Привет. Как ты? Как королева. Не видишь? А вы? Не идёте на свадьбу? Идём, но ещё есть время. Милагрос только что начали делать макияж. Я рад, что ты пришла. И между нами нет вражды. Я не обидчивая. И хочу поблагодарить вас обоих. Познакомьтесь с Тони. Добрый день. Мой Тони. Привет. Я рада, что мы разошлись. А ты? КОНЕЦ Прекрасная готова. Забудь мои слова, Пипо. Если бы я знал, попросила бы и мне сделать такое. Правда, Пипо, спасибо. Ты все сделал превосходно. Осталась прическа, но в этом я не очень. Возможности каждого ограничены. Этим я займусь сама. Если хочешь, я помогу. Тогда я пойду переодеваться. Я тоже представляю, как удивятся Сильвия и Марианна, когда увидят меня пока. Красавица. Столько времени рядом со мной было сокровище, а я ничего не замечал. Сокровище? Сокровище, которое постепенно ослепило меня. И завоевало своим весельем и свежестью. Я люблю тебя. Столько времени. Столько времени. Остальное время. Красавица. кофе. Нам сложно. Производит. Осталось. Их неясуще. Я было。 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я знала, что ты приедешь Я слишком одинока, чтобы отвергать приглашение Так что я твоя Кажется, у нас много общего Ненависть к Хосе Антонио и Милагрос И это тоже Но ты не представляешь, как я тебя ненавижу Я знаю, я тебя тоже Да, полковник, понимаю, спасибо И что? Нам приказано окружить все вокруг церкви Мы должны за всем следить Хочу сообщить Милагрос и Хосе Антонио Может быть, они отложат свадьбу Для них это будет ударом Не знаю, едем Так свадьбы не будет? Может быть, и нет Я давно почувствовал, что ты мне нравишься Но я все стеснялся, что ты сочтешь меня старым развратником Сначала Боди, теперь ты Ты не старик и не развратник Но я человек в возрасте А ты только начинаешь жить Я человек, который знает, чего хочет и кого любит Я люблю тебя Я тоже люблю тебя С самого первого дня нашей встречи Я почувствовала Я почувствовала, что ты такое в сердце Не знаю, как объяснить Как будто птичка влетела мне в сердце И по всему телу пошли мурашки Любовь – это самое прекрасное, что есть на свете Самое прекрасное А я это ощущаю, как что-то горячее в крови Мне кажется, это другое Мне тоже По телефону ты сказала, что мы объединимся, чтобы покончить с Кассе Антонио и Милагрос Да И я решила испортить им праздник Так же, как они когда-то сделали на моей свадьбе Но свадьба уже совсем скоро Я знаю У меня все готово Что ты собираешься делать? Убить Милагрос с Хосе Антонио И их сына Рафаэля И всю твою семью Только не трогай моих детей Ты думаешь, я пожалею их? А ты пожалела мою семью Убийца Мне хотелось убить вас всех сразу, семьей Но я узнала Что ты не собираешься на свадьбу Тогда я решила разделаться с вами постепенно Думаю, так будет лучше Мы были подругами Помнишь? Хорошими подругами Как ты могла поступить так со мной? Если хочешь убить меня, убей Мне нечего терять А я думала, ты будешь сопротивляться Я не собираюсь унижаться перед тобой Я и так пала достаточно низко Убей меня А ты не собираешься бежать, чтобы спасти своих детей? Это неблагодарные идиоты Чего ты ждешь? Стреляй После смерти твоего брата Ягуара Это самый счастливый момент Которого я ждала со дня своей свадьбы Я рада, что Ягуар сделал с тобой это Как тебе было? Ужасно, правда? Что он сделал? Он бил тебя? Насиловал? Ты не можешь забыть это, потому что тебе понравилось Понравилось Нет 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 Как ты себя чувствуешь? Нервы в порядке? В порядке? В порядке Хочу, чтобы свадьба с Мелагрос уже состоялась Хочу признаться, что мне бы очень хотелось обвенчать вас Я всегда мечтал, что когда-нибудь буду освящать твой брак Что, ты скучаешь по церкви? Неужели? Нет Как ты мог подумать? Мы с Люсией собираемся пожениться Я рад И должен признаться, я заблуждался насчет Люсии Вначале я думал о ней плохо, она этого не заслужила Вначале ты думал плохо обо всех, у кого была фамилия Деляторе К счастью, время лечит И для меня все это кончилось Ладно, пойду в душ А я пойду переоденусь Нет, отдай Нет, отдай Отдай Нет Фильм, переведенный озвучен студией «Семья» от А до Я По заказу компании «Интро Коммуникейшнс» 2001 год «Интро Коммуникейшн» 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 «Интро Коммуникейшн»